Поднять настроение маленьким пациентам и добавить красок в больничные будни. Жемчужины приступили к выполнению такой задачи со всей душой. Но перед этим постарались профессиональные художники. Нанесли эскиз на тему природы. Вот так стены третьей детской больницы превратились в огромную раскраску. И красавицы мамы, вооружившись кистями и красками, за считанные минуты один за другим оживляя рисунки, выбросив из головы все мысли. А ведь на носу генеральные репетиции и финал конкурса красоты. Отдохнуть, расслабиться. Я по ним вижу, все стоят, рисуют кисточками, всем это очень нравится. Но опять же, доброе дело делаем. Это тоже хорошо. Знаем, что по тому, как нам рассказывали психологи, дети быстрее выздоравливают, конечно, в таких более уютных, более красивых стенах. Специально подготовки для преображения стен не требуется. Даже цвета смешивают опытные наставники. Кстати, всего из нескольких баночек. Поэтому оттенки всегда неповторимы. Ну а жемчужинам оставалось отпроситься с работы, закатать рукава и окунуться в атмосферу творчества. У меня небольшой опыт был. Не так давно я почти тем же самым занималась в детской для своих деток. То же самое, практически рисовала. Тоже детская тематика. Вот. Поэтому для меня это не новое. Мне вообще в радость этим заниматься. С удовольствием, если еще пригласят, конечно, мы применим участие. Мы все немножко визажисты. Мы все немножко и с детьми постоянно занимаемся. Ну, у меня детки тоже рисовать любят. Мы с ними постоянно что-нибудь кисточками там вырисовываем. То есть, ну, мне очень нравится. Хотелось бы, конечно, чтобы и деткам очень-то нравилось. И наше позитивное настроение им придется побыстрее, бы они бы все выздоравливали. Это не первый творческий проект, реализованный студией «Открою в себе художника». Затраты на краски и материалы несут организаторы. Поэтому очень рады, когда появляются спонсоры и волонтеры. Оценить ранние работы студии можно на других этажах в третьей детской больнице, где также встречаются яркие сказочные персонажи и герои любимых мультфильмов. Редактор субтитров А.Семкин